Первым в повестке заседания стоял кадровый вопрос. Депутатам предстояло утвердить кандидатуру первого заместителя правительства региона. На эту должность губернатор предложил Татьяну Половайкину, которая уже занимала этот пост до выборов главы Преамурия. В темночном моменту на Татьяну Геннадьевну возложена общая координация контроля деятельности в основных органах Амурской области, а также в частности вопросов от бюджетной политики, из-за сферы социальной защиты. В застегший момент, с момента назначения, в период при непосредственном участии и руководстве Татьяна Геннадьевна была кардинально улучшена ситуация с формированием и исполнением областного бюджета. Самостоятельная доходная база, которая интенсивно вырастала год в год, позволяет планомерно и ближайшими темпами расширить работу по социально-экономическому развитию региона. Голосование за кандидатуру Татьяны Половайкиной было тайным. После подсчета бюллетеней депутаты большинством голосов вновь утвердили ее на этот пост. По результатам тайного голосования губернатору области дано согласие на назначение на должность первого заместителя председателя правительства Мурской области Половайкиной Татьяны Геннадьевны. Татьяна Геннадьевна, мы вас поздравляем, надеемся, что будем работать слаженно, конструктивно, как и всегда. Одним из главных вопросов заседания законодательного собрания стала корректировка главного финансового документа. Областной бюджет увеличился почти на 4 миллиарда рублей. Основная часть поступила от налога на прибыль организации. Поправки, предложенные Амурским министерством финансов, были приняты в двух чтениях. Данный рост доходов позволил уменьшить на 2,5 миллиарда рублей объем привлечения в 2023 году коммерческих кредитов с соответствующим снижением дефицита бюджета. Дополнительно 1 миллиард рублей направлено на социальное значимое направление расходов, поддержку организации жильщиков, на иного агропромышленного комплекса, муниципальных образований. Амурский парламент продолжил совершенствовать законодательство, направленное на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. На этот раз принято решение распространить бесплатное питание в государственных и муниципальных школах на детей добровольцев, заключивших контракт о содействии и выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России. Законопроект был принят в приоритетном порядке сразу в двух чтениях. Дополнительных финансовых расходов не потребуется, потому что у нас есть экономия, дети там поболеют, приходят, где-то на соревнованиях находятся. И просим принять проект этого закона сразу в двух чтениях, чтобы мы смогли использовать его как с 1 сентября, кормим всех детей, чьи родители находятся в зоне специальной военной операции. Еще один законопроект, принятый депутатами, направленный на поддержку участников СВО. Освободил их от уплаты транспортного налога. Эта льгота также будет распространяться на амурчан, работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса. Первое – это пролонгация на период будущего года, освобождение от уплаты транспортного налога налогоплательщиков, участников СВО. Заодно зарегистрировано на их имя транспортное средство. А второе – это установление освобождения от уплаты транспортного налога для физических лиц, которые являются работниками организации оборонно-промышленного комплекса. Я не буду там читать весь аквэд, он большой, но суть понятна. И при этом оговаривается, что трудовой стаж не менее одного года в указанных организациях, и это заодно зарегистрировано на их имя транспортное средство. На заседании депутаты в первом чтении приняли законопроект о высшей награде при Амуре – почетный гражданин Амурской области. Предполагается, что присваивать ее будут гражданам, прожившим и проработавшим в регионе не менее 25 лет, имеющим государственные награды Российской Федерации, государственных органов России или Амурской области. Два дня почетного гражданина предлагается присваивать губернаторам Амурской области по представлению комиссии производить поощрение данной награды один раз в год в преддверии празднования дня Амурской области 20 декабря с представлением не более чем трем гражданам. Еще несколько законопроектов касались организации мероприятий по обращению с бездомными животными. Так, предполагается увеличить число отлова собак без хозяев с улиц Благающенска на 388 особей и ввести штрафы в отношении частных государственных приютов за ненадлежащее обращение с четвероногими. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.